Всем привет! Сегодня 27 февраля и сегодня у меня обычное утро, но у меня есть новости, посмотрите, первая сосулька, самая первая, вот видите как солнце хорошо светит, тихо, наступает весна у нас, тихо, зара. Наступает весна и солнце уже ощущается тепло от солнца, появляются первые сосульки, но правда еще холода будут держаться ночью, сегодня например утром было минус 30, а после обеда в тени уже будет минус 10 где-то. А в том месте где солнце смотрит уже будут появляться сосульки, вот такая вот у нас весна. Ну весна у нас долгая, считай сейчас появились первые сосульки, а лужи появятся только в конце марта или в начале апреля, потом еще конца мая, до конца апреля будет таять весь снег. Зеленая трапка появится только в начале мая, вот такая у нас весна, сегодня как я сказал у меня обычный день. Я вот собираюсь нести снег в дом, вношу в бочку снег, она тает и мы ей пользуемся. Не пьем конечно, а пользуемся как техвода для мытья посуды, мытья лица, тела. А у нас водовозка ходит, но я никогда не пользуюсь этой услугой, только когда летом, когда дождь, долго не бывает дождя, мы пользуемся услугой водовозки. Водовозка у нас как бы ходит, она там бочка, одна бочка воды стоит 200 рублей, но в принципе можно конечно два раза в неделю, но если у меня вот снег бери не хочу, почему бы и нет. Вышел с тазиком, сделал пару заходов и тебе на день хватает, пополняешь запасы в бочке. Вот так. Сейчас после обеда я затопил гараж, мы поедем с Зарой на ветеринарную клинику, сегодня буду делать привывки для собак от бешенства и поеду я на свалку, нашу свалку, потому что у меня мусор накопился, поэтому надо отвезти на свалку. Вот так набрал в тазик, взял и пошел. Вот одного тазика вода будет где-то 7-8 литров выйдет и вот так я пополняю свои запасы. Не все жители нашего села могут пользоваться снегом для технической воды, потому что у нас есть деревня Котельная, она отапливается, как я в прошлый раз говорил, углем. Вот видите, как она дымит во все стороны, если как ветер меняется и получается вот вокруг где-то ну минимум 500 метров она все загрязняет вокруг. Вот у меня снег чистый, тут никакого угля нету, золы нету, поэтому снег чистый. Вот еще столько снега, скоро снега не будет, поэтому бери не хочу, скоро еще вот оттуда лавина упадет сюда, оттуда буду брать снег. Воды много? Хочешь помыться, занеси снег что ли? У меня первых уроков нету, последний, пятый, шестой урод, поэтому я утром рано не встаю. Дети учатся с пол девятого, поэтому они рано уходят. Супруга тоже работает учителем, но у нее первые уроки почти всегда. Вот наша школа, школа построена в 2005 году, прошло 15 лет, состояние хорошее. Здравствуйте, садитесь. Так, дежурный, журнал несите. Кого, Куприянова нету? Заболел? Чем? Так, открываем учебники, тетради, пишем сегодняшнее число. Пишем тему урока, тема интернет-телефония. Интернет-телефония. Вот, работу закончил, от звонка до звонка. Сейчас обед, потом поедем на прививку. Кстати, взял вот, в прошлый раз забыл, оставил у себя в кабинете. Это призы от наших женской половины коллег. На 23 февраля они нам дали. Весна, весна. Скоро. Вот, смотрите, днем. Вот, с ней тает. Весеннее солнышко. Ну что, Зара, поехали на прививку. Чувствую, что сейчас в машинах будут пихать. Зара, здесь, да. Та-та-тара-тара-тара-тара-тара... Али-я, о.п. сара она меня привыкла прыгать багажник постоянно ездим с ней на охоту и она вот так с багажника никуда вот сюда она не прыгает пусть только попробует она сидит это эти люди на дужой полоски ащет лед стоять стоять здорово Здорово! Ух ты! 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 Сейчас пока Зару тут оставим и сейчас мне поставят отметку о привывке У Зар есть такой международный паспорт даже у меня загранпаспорта нет Зара сука Ух ты! 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 Нам сказали что в нашей деревне зарегистрировано 110 собак из них 75 пришли на прививку вот некоторые пока идут еще завтра придут 110 110 собак у нас я думал больше собак у нас оказывается зарегистрировано 110 10 У нас все собаки на привязи по идее должны быть но бродячих все равно есть Сколько еще ведер надо снега? там Ммм Артём на большом базике я занесу вы на ведре снесите снизу видеть как учеба Ага Сколько уроков сегодня было Артёма? Ага Сколько уроков у тебя было? Пять Сегодня 5 уроков, а у тебя сколько Антон? 6. Вот так дети помогают по хозяйству, несут снег в дон, чтобы растопить и использовать на бытовые нужды. Антон учится в каком классе? 6. Артёмка? 2. 2. Тебе нравится жить в деревне или хочешь в городе жить? В деревне. Почему? В деревне не шумит. Тихо, да? Спокойно. Антон? Тоже в деревне. У нас снега не так уж критично много. В некоторых лусах в районах снега много и в больших посёлках чистят снег и вывозят за посёлок. Вот у нас есть одна фотка, где в Татинском лусе отправляют Деда Мороза в отставку в лес, отслужив. Вот такие поделки и снега везде делают у нас, потому что снега много. Ну вот собственно весь мой мусор, который накопился. У нас в деревне каждый убирает свой мусор сам. Кто её живёт, кто её сам отложит на свалку. У нас мусор капитальный, который накопилось, убирают только весной. Вся села выходит на субботник и всё убирают на большие грузы, на трактора. Любых, кто выводит свой мусор на улицу, всё убирают и вывозят на свалку. А я вот свой мусор сам ввожу на свалку, так как у меня машина. Свалка у нас находится в четырёх километрах, недалеко. Поэтому, ну как получается, раз в месяц, раз в два месяца, как получается, так и вывожу. Караж холодный, поэтому мусор там не тухнет. Отсвеживается, замораживается. Вот мы подъехали к нашей свалке. Это наша фекалка. Звучит дерево. Для нашей Кутаны и соседей нашей Кюйкайсы они тоже свой мусор сюда кидают. Есть интересные люди, которые у дороги выбрасывают весь мусор. Нет, чтобы подъехать 100 метров и сюда кинуть, где ограждено. Они бросают там у дороги. Зачем тогда привезли вообще? Все. Вот я приехал сегодня в ДК. Позвали на репетицию, на танцы. Будем танцевать. Какой-то фестиваль будет, я не знаю, какая-то спартакеяда что ли. Ну, позвали. Что еще делать? Раньше в молодости я танцевал. Устань. Я же блогер. Ага. Что-то. Все. 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 Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять. И кидая, 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 кидая. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В связи с 75 годовщиной Великой Победы 75-летия Сегодня будем разбирать автомат Калашникова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok